Просто представьте на секунду, сколько вокруг нас бездомных животных, брошенных хозяевами или просто родившихся на улице, но объединяет их всех одно, они нуждаются в помощи. Однако некоторые из них уже настолько смирились с судьбой, что уже не обращают внимания на людей. В этой истории маленький щенок хоть и был на грани, но все же продолжал бороться за свою жизнь. Молодая девушка по имени Андреа ехала по своим делам, когда заметила на обочине какой-то невзрачный грязный комок. Любопытство взяло верх, и девушка остановила автомобиль. Подойдя поближе, она остановилась в ужасе, перед ней лежало живое существо, которое оказалось маленьким щенком. Животное было в настолько тяжелом состоянии, что Андреа сначала подумала, что щенок погиб, как вдруг он медленно поднял голову. В глазах щенка девушка прочитала мольбу о помощи, хотя песик даже не тявкнул. Он был очень слаб. Андреа, которая с самого детства обожала животных, не могла просто оставить его умирать, здесь, на грязной и холодной обочине. Она бегом вернулась к машине, достала старенькое, но чистое покрывало из багажника и бережно подняла дрожащие тельцы. Щенок дернулся от боли и тихо заскулил, когда Андреа понесла его к автомобилю. Все дела, которые были запланированы на этот день, отошли на второй план. Андреа развернулась и поехала в ближайшую ветеринарную клинику. Малыш явно нуждался в неотложной помощи. Прибыв на место, девушка обрадовалась тому, что в клинике не было пациентов, ведь это означало, что щенка сразу же примут. Однако радость оказалась преждевременной. Врач, осмотревший щенка, выдал страшный вердикт, помочь нельзя, только усыпить. Для Андреа это прозвучало, как гром посреди ясного неба, ведь вот он, живой. Врач пояснил, что у собаки очень много болезней. Его тело почти полностью поражено чесоточным клещом, шерсти почти не осталось, а уши покрыты корками из-за клеща. По словам врача, щенок не переживет уколов антибиотиков, так как организм слишком слаб от постоянного голода и холода. В случае с этим псом ветеринары давали крайне неутешительный прогноз. Андреа пыталась уговорить ветеринара хотя бы попробовать что-то сделать, предлагала любые деньги за лечение, но врач отказался. Андреа, стиснув зубы, пожелала клинике всего наилучшего и решила, во что бы то ни стала лечить его сама. Быстро просмотрев в интернете лекарства для собаки, девушка направилась в аптеку, а также в магазин косметики. В магазине и аптеке девушка набрала кучу разнообразных лекарств, мазей, а также антибиотики для инъекций и направилась домой. Девушке и щенку предстояло нелегкое испытание. Дома Андреа сразу же отнесла песика в ванну, где тщательно отмыло от грязи. После этого натерла его маслом кокоса, чтобы оно смягчило кожу. К тому же это масло обладает противомикробным действием. Однако шампунь не помог и, по словам девушки, от собаки шел сильный неприятный запах. Андреа не собиралась сдаваться и снова отнесла щенка в ванну. На этот раз она использовала другой шампунь, и он помог. Щенок буквально засиял. Однако на этом процедуры не кончились. Щенку и Андреа предстояло самое сложное испытание – сделать укол антибиотика, но щенок был настолько слаб, что даже не дернулся. Щенка назвали Бенджи. Согласно предписанию врача, все эти процедуры нужно было проводить каждый день. Но Андреа была настолько упорной, что не собиралась оставлять малыша без помощи. Щенок начал свое долгое восстановление. Каждый день, приходя с работы, она купала щенка, смазывала маслом и специальными мазями, затем ставила уколы и кормила. А некоторые люди, наоборот, избавляются от своих питомцев. Стоит ли говорить, что ее труды не прошли даром? Через некоторое время девушка заметила, как язвы на теле Бенджи начали исчезать, а шерсть расти. Малыш начал хорошо питаться, спокойно спать в своей кроватке и каждый раз вилять хвостом, когда Андреа возвращалась с работы. Бенджи уже не выглядит больным, но ему все еще требуется уход. Спустя несколько месяцев ухода, Бенджи полностью восстановился. Он превратился в красивого пушистого пса, который обожает свою хозяйку и сильно скучает по ней, когда она отлучается. Разве можно узнать в этом милом пушистике того щенка, которого когда-то встретила Андре? Сама же Андреа надеется, что этот случай вдохновит некоторых людей на то, что нужно помогать уличным животным. Как вы думаете, у нее получилось? Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.